Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш тренинг по хмональной терапии и сейчас мы рассмотрим методы декомпрессии всего позвоночника. Это все-таки трастовые методы, где идет сразу мобилизация чуть ли не всех позвонков. А конкретно давайте смотреть. Для поясницы нам нужно ее растянуть. Для этого возьмем полотенце, либо простынь, вот так сворачиваем, продеваем защиколотки через ноги. Просим человека взяться за краешек стола сверху. Не боимся, ничего не оторвется, ничего не порвется. Раскачиваем медленно, вытягиваем, желательно повыше и тянем поясничку человеку. Если стол едет, то упирайтесь. Можно попросить еще одного человека, чтоб он держал за грудную клетку. Прямо навалился и всем совместно придерживал человека, потому что нам сейчас важна только поясница в этом приеме. Точно такой же прием мы делаем перевернувшись на спину. Перевернувшись на спину. Здесь правильно. И также вытягиваем желательно угол подъема. Оно сделать повыше и побольше. В принципе, легкие, легкие трастные такие. Взмах волну так выпустить. Не больно было здесь? Не тянулось. Так, теперь попросим ассистента Светлана перевернуться головой сюда и лечь на спину. И теперь со стороны шеи. Доложись. Значит, смотрите. Ну, прежде всего, я сейчас обновлять не буду, давайте подробно говорить. Мы разминаем шею, прощупываем, где что, какая неполадка есть, где смещение, где ротация. Разогреваем. Делаем легкие тракции. Для этого подводим руку под череп. Нам нужно почувствовать, что на нашей перепонке, между большим и большим пальцем, череп качается практически на одной точке. Он должен быть вот таким свободным. Это мы понимаем, что человек расслаблен, да, таким образом. Второй рукой беремся за челюсть. Челюсть нужно сам предупреждать об этом обязательно человека, да, что все безопасно. Ну, желательно мягкая часть ладони, да, чтобы не давить сильно. Либо предплечем прям берете и немножечко подтягиваем вдоль тела. Поворачиваем флекцию, делаем вперед по 45 градусов. Вытягиваем вверх. Ротацию и флекцию по 45 градусов в бок. И ротация. Ватерофлекция и ротация. В эту сторону. Ватерофлекция и ротация по 45 градусов в эту сторону. Здесь смотрите внимательно, чтобы кончик носа находился на оси позвоночника. То есть не перегибайте слишком сильно. Ну, все эти термины я на доске писал, что такое флекция и ротация, чтобы вы понимали. После этого, ну, это легкая разминка, длится там буквально 2-3 минуты для шеи. После этого продеваем в полотенце его простынь. И тут есть три вида захвата. Первый мы захватываем за основание черепа. Сверху натягиваем через верхнюю скулу. То есть мы держим, по сути, за скулу человека. Нижняя челюсть здесь нам не играет никакой роли, она нам не нужна. После этого раскачали. Дополнительно потрясли. Можно шею размять. Подтяните мышку на себя. После этого делаем, такую трастную технику, на себя выдергиваем позвоночник вдоль всего тела. Соответственно, дергаем только исключительно вдоль, чтобы, не дай бог, ничего не повредить. Есть немножко поддергивание вбок, но я чуть попозже про это скажу. И у человека идет хруст. Ну, как правило, шейно-грудной переход. И, в принципе, до крестца, чуть ли не до копчика, может дойти этот хруст. Второй захват. Второй захват. Вокруг челюсти. Но, опять же, чтобы не задушить человека, не примыкаем к шее. Наши тряпочки к шее не привыкают. Беремся за место, где основание черепа. Также раскачиваем, растрясаем и резервим на себя. Чтобы стол не ездил в этот момент, я просто придерживаю ногой. Еще момент, чтобы все-таки, если человек худенький или легкий, вы чувствуете, что он может скользнуть со стола. Обычно используются такие столы, где ставить распорки его под бедра. То есть они дополнительно сдерживают бедра. Либо просите человека, чтобы он держал за ноги, еще лучше за бедра. Прямо не бойтесь, чтобы он всем весом на него наловился, придерживая бедра. Потому что нас интересует, в данном случае, только позвоночник. Так, вот это второй прием. Третий прием. Мы делаем тряпочку по шее. Получается такая пеленка, которая вся обхватывает голову. И дергаем только исключительно за отчеток. Аккуратнее, пожалуйста, заворачивайте вашу ткань, чтобы не приводить человеку, если у него есть сережки, да, и чтобы не сорвать ему ухо. Поэтому все-таки старайтесь, чтобы вот эта нижняя часть шла через верхнюю челюсть. Верхнюю скулу. Прием номер четыре уже получается, да. В принципе, то же самое, да, отличается от нашей техники. Делается через открытый рот. Для этого берем салфетку. Предупредите человека, чтобы она не была встанных челюстей, да, то есть их надо все вытащить. Ну, желательно это все делать дезинфицированно, в перчатках. Или хотя бы помыть руки. Но мы, по сути, не касаемся слизистых, да. Мы только открываем рот. Держи. Мы только беремся за верхнее мёбо. Думя пальцами. Ну, какой-то может получить с тремя. Думя-тремя пальцами за верхнее мёбо. Опять же за челюсть, вот, за череп снизу, да. Раскачали по чувству момент качания. И после этого провели аттракцию на себя. Прием номер пять. Садимся на стуле. Упираемся коленями в стол. И вот здесь тоже есть нюансы. Берем, первое, да, если мы хотим на верхней позвонке. С1, С2, 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 С2. То берем повыше, прям под черепом, да. Постягиваем на себя. Проверили. И дернули. Если нужно шейно-позвоночный переход, да. То перевозим руку поближе к С7. Загибаем голову максимально, да. Ух, а руки подняли. Этот позвонок, С7, поднимается моей рукой. И дергаем за них. В случаях, если мы обнаружили ротацию в этих позвонках, С5, С6, С7, да. То тогда можно дернуть не вдоль тела человека, да. Вот я просто вам говорил, а немножко вбок. Собственной ротацией. Желательно, конечно, смотрите, чтобы руки у вас не соскользнули, да. Если чувствуете, что человек вспотел, да, и там масло намазано, да. Все делаем через тряпочку. Или через салфетку. Ну вот, дорогие друзья. Сейчас мы будем репетировать, отрабатывать эти приемы. Поэтому, если вы нас смотрите, вы зря нас смотрите по видео. Все равно ничего не научитесь, да. Приходите лучше на тренинги. Здесь мы все отработываем. Поставим вам руки. Отправим вас домой с готовыми навыками в ваших руках. В следующем видеоролике мы рассмотрим приемы постановки шеи, лежа на столе, когда человек лежит лицом вверх. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Аллах Гудин. До новых встреч, дорогие друзья.